Как он будет проводить в октябре 1991 году? Команду Гайдара он не знал. Даже я, уже будучи министром, не могу сказать, что имел возможность с ним общаться, кроме как на официальных мероприятиях. И большая заслуга Геннадия Бургульсу принадлежит в том, что он сумел его убедить, что команда Гайдара, когда ее так не называли, что это люди приличные, знают, что делают. И более того, то, что сделал Бургульсу, недооценено. Он сумел убедить Бориса Николаевича в том, что люди, которые написали эту программу, они должны ее реализовывать. Что невозможно ее положить на стол Скокова или Лобова и сказать, давайте, ребята, действуйте по этой программе. То есть самый надежный способ реализации этих наработок, это если авторы этой программы будут ее же и реализовывать. И Борису Николаевичу надо было, у него же много было близких соратников, тот же Лобов-Скоков, близкие люди ему. Он с ними как бы и в Свердловске работал, и в Москве они ключевые позиции занимали, он им доверял, и Петров, скажем, руководитель администрации. Но это люди другой ментальности, и надо было бы сделать выбор, либо опираться на проверенных людей, которым он доверяет, либо сделать маневр и сделать ставку абсолютно незнакомых людей, но которые предлагают некую программу реформ, с которой он может сделать рывок и доказать Михаилу Сергеевичу Курбачеву, в том числе и только поэтому, что Россия в состоянии самостоятельно продвигать реформы более быстрыми темпами, чем Советский Союз. Тогда, я думаю, не было размышлений о том, что случится Беловежье, что там распадется Советский Союз, но то, что Россия может стать, так сказать, мотором экономических реформ, и за счет этого политический вес и России, и российского правительства, и российской власти вырастет, и вокруг России начнет, как говорится, такое восстановление интеграционных процессов. Вот у него какая модель была. И приняв это решение, он, в принципе, сделал очень, так сказать, серьезный экономический выбор. Хотя там были и свои, безусловно, сложности такие. Ну, например, там действительно решения правительства в конце 91-го года во многом были направлены на такую некоторую автономизацию Российской Федерации в рамках СССР, и там торговля нефтью и нефтепродуктами была, по сути дела, национализирована Россия, с территории России добыча нефти в руки перешла, и бюджетно-эмиссионные сюжеты, так сказать, выделились из России. Но это делалось не для того, чтобы отделить экономическую Россию от Советского Союза, для того, чтобы вот действительно иметь ресурс для реформ, с тем, чтобы затем и можно было, так сказать, оказавшись таким драйвером, что ли, экономического восстановления на территории СССР, и остальных, как говорится, подтягивать к себе. Ну, не во всем это, как говорится, оправдалась такая логика, но чтобы к ней прийти и сделать ставку на команду неизвестных людей, ну, если соратник верный Геннадий Бурблис говорит о том, что эти люди, которые могут это сделать, это же надо, так сказать, не только доверять Геннадию Бурблису, но вообще-то почитать даже. И произошло вообще-то нечто непредвиденное. Когда Борис Николаевич почитал, ему многое понравилось, он на съезде без согласования с нами озвучил идею либерализации цен. Это было в конце октября. Правительство не было сформировано, и не было понятно, кто будет в этом правительстве. И произошло за неделю. Я даже думаю, что во многом формирование правительства в том составе, в котором оно начало формироваться 6 ноября, было связано с тем, что Борис Николаевич начал озвучивать идеи, предложенные командой Гайдара. И уже пошли последствия. То есть товаров так было немного, но после того, как он 28 октября выступил на съезде с идеей либерализации, они и вовсе исчезли. И тогда мы еще там, допустим, думали, и Гайдар там обсуждал варианты помягче либерализацию, пожестче, уже ничего не оставалось делать, потому что уже полный, тотальный дефицит. И ко 2 января 1992 года уже нельзя было ничего другого реализовывать, кроме достаточно серьезной либерализации цен. И на самом деле вот его выбор, как говорится, мог быть и другим. Он же сделал этот выбор. И это тяжелое и политическое решение. И потом он защищал этот экономический курс. Это не может делать экономически безграмотный человек. Действительно, там с одной стороны умные ребята с подвешенным языком могли бы вроде аргументированно, так сказать, доказывать то-то, то-то и то-то. Но с другой стороны, ведь были же и другие люди. Например, председателем Центрального банка в июне 1992 года опять стал Виктор Герасченко. У него были другие мировоззрения. То есть в одно ухо, словно, Гайдар, в другое Герасченко. И на самом деле Борис Николаевич, была возможность, как говорится, принимать решение, исходя... Ну и опять-таки никуда не девались и старые соратники, скажем. И все, как говорится, могли комментарии давать. Плюс съезд, который публично критиковал. И одно, и другое, и третье, и разные фракции. В том числе мой предшественник по РСПП Аркадий Вольский возглавлял промышленную фракцию на съезде. Она тоже была в оппозиции, так сказать. Там больше преобладали красные директора, они не коммунисты. Идеологически они были более нейтральными. Но тем не менее, положение обязывает защита и обороны промышленного комплекса, и крупных социалистических гигантов и так далее. Это, так сказать, для этой группы депутатской была, так сказать, главной задачей. И в итоге Борис Николаевич приходилось все время взвешивать, принимать решения. В частности, скажем, приватизационная программа августа 92-го года и некоторые другие решения. Они были политически мотивированы. Почему август 92-го? Потому что это год со дня кучи. Борис Николаевич хотелось, чтобы народ что-то видел. Да, и почему, например, отказ от Малеевской приватизации с именными ваучерами на чубайсовские ваучеры? В том числе потому, что Малеевская приватизация предполагала, ну, в нет смысле, замораживание самого процесса перехода собственности или обмена этой собственности на деньги, поскольку, так сказать, ваучеры именные, процесс приватизации должен был идти несколько лет и так далее. А в чубайсовской версии, так сказать, можно было их сразу продать. Ну, другое дело, что две Волги предполагалось, там они два ящика водки или две бутылки водки. Но, тем не менее, вот Борис Николаевич хотелось результаты этих реформ предъявить. И, так сказать, самый простой способ был пинка дать этой команде под зад, не справились сказать, и найму других. Но он команду-то оставлял и искал некие варианты, которые позволяли ему, словом говоря, в диалоге с народом говорить, что все-таки есть результаты реформ и так далее. Он защищал в этом плане команду. И за его широкой грудью мы все, как говорится, помещались. И только тогда, когда, как говорится, у него наступало ощущение того, что, так сказать, некие кадровые изменения неизбежны. Кстати, иногда вот многие жалуются, что там из газет узнавали об отставках. Он, на самом деле, действительно не мог объяснить, почему он этого человека, как говорится, отставил. Мотив, так сказать, не в том, что он не справился и так далее, так сказать, а в том, что вот жизнь так, как говорится, повернулась, что надо какой-то маневр этот сделать, и человек ему говорить неудобно, да, потому что, ну, я думаю, что, скорее, по этой причине, не потому что это была норма жизни, а что человек там по радио, там, едущий, там, из Кремля, там, узнавал, или в Кремль узнавал о своей отставке. А это осенью 92-го года было достаточно распространенным явлением, но Павел Николаевич готовился к съезду. Ему надо было сохранить Гайдара как премьера. Кстати сказать, мы с Гайдаром, когда обсуждали эту тему осенью 92-го года, говорили, Егор, две опции. Ты премьер, мы уходим, ну, потому что, так сказать, вряд ли удастся сохранить и тебя, и весь состав правительства. Явно, что это размен будет с Верховным Советом. Второй вариант, ты не премьер, мы все остаемся, включая тебя, мы ищем премьера на стороне. Выбирай сам, ну, у тебя есть право выбора, он сказал. Второй вариант, ищем премьера. Нашли мы, правда, тогда Каданникова, тогда генерального директора ВАЗа, но ему забыли об этом сказать. Он был в списке кандидатов премьера. Была у меня попытка Юрия Рыжова еще уговорить, но он из Парижа не захотел возвращаться. Ну, то есть, мы действительно несколько попыток вот эту схему найти премьера Гайдара, не двигать премьера, предприняли. Борису Николаевичу эта модель не сильно нравилась, и на самом деле он, на мой взгляд, Гайдару сказал, что он его будет двигать премьера. Не Гайдар сам передумал, условно говоря, когда баллотировался, а Борис Николаевич сказал, что только он, и никого другого не будет, он до конца, так сказать, пойдет. Борис Николаевич, опять-таки, вот, у него может быть персонифицирован этот сюжет, но ему важно было показать, что команда, которая уже к тому времени прочно ассоциировалась с именем Гайдара, получает какой-то, ну, как бы минимальный вотом доверие съезда через утверждение его председателем правительства. Именно поэтому, когда не прошло это утверждение, он так, как говорится, обозлился на съезд. И тогда вот была первая, фактически, попытка разгона съезда, которая, как бы, в течение целого года почти, как говорится, воспроизводилась в тех или иных формах. Потому что ему не дали доказать, что реформы ввелись правильно. И возможное назначение Гайдара здесь было неким символом этим. То есть в этом плане он был не только, как бы, сторонником, он был защитником, проводником, и делал максимум того, что мог сделать президент. Не всякий президент мог защищать так настойчиво тот курс, который проводила эта команда. А ему это важно было, безусловно, не потому что он этих людей там полюбил, поверил и так далее. Ему важно это было для диалога с народом. Он все-таки воспринимал себя как народный герой, так сказать, пришедший во власть на волне такой, по сути дела, так сказать, народного признания и так далее. Им хотелось сохранить, а, и образ реформатора, и образ народного президента. И вот здесь сошлось, как говорится, многое. И я думаю, без Бориса Николаевича вообще бы трудно себе представить, как можно было бы провести те реформы, которые были проведены там в первой половине 90-х годов. Безусловно, потом волны менялись, так сказать, и были элементы, так сказать, пробуксовки и так далее. Но частично это связано с тем, что сама команда вела себя, на мой взгляд, не самым эффективным образом. Отходила в сторону, давала возможность сознательно порулить другим, вдруг у них не получится, и опять тогда позовут там и так далее. Ну, поскольку в политике вакуума не бывает, стоит там кому-то отойти в сторону, тут же свято место занимается кем-то еще. Поэтому, на самом деле, не соглашусь с Тейсом об экономической неграмсе, по этим причинам, которые я назвал, плюс еще звериное чутье. Борис Николаевич, он мог, не вникая в детали, понять как бы суть, и занять ту или иную точку зрения, так сказать. Ну, вот, несмотря на то, что он был очень пунктуальный человек, там, в основном, вот, к нему приходишь, ты знаешь, у тебя там полчаса. Ты начинаешь что-то излагать там. Изложил то, все, у тебя еще там несколько вопросов, там, включая проекты указов президента. Борис Николаевич через полчаса ровно встает и говорит, ну, что, до следующего раза, Борис Николаевич, ну, до следующего раза, тут же еще вот, надо тщательнее, как говорится, готовиться и рассчитывать и свое, и мое время. Там еще люди ждут. Я, на самом деле, довольно быстро приучил к тому, чтобы четко формулировать мысли, так сказать, формулировать, что ты хочешь от президента, так сказать, и так далее. На самом деле, большая школа, безусловно, и без Бориса Николаевича, так сказать. Ну, вот представим себе Михаила Сергеевича на месте Бориса Николаевича. Он даже пригласил эту команду. Там дискуссию бы увязли бы на ранних подступах, так сказать, я думаю. При том, что, может быть, у него понимания было больше, ну, естественно, он там, сколько там лет он на посту Генсека пробовал у нас. С 84-го года по 91-й. Но, тем не менее, вот представим, чтобы, там, ну, вот, например, Григорий Явлинский, он считал, что он может с Михаилом Сергеевичем, в качестве, так сказать, такого политического лидера конфедеративного Советского Союза, быть реальным экономическим царем. Но у меня такое ощущение, что Михаил Сергеевич бы его заболтал бы, конечно, так сказать, в том смысле, что надо было либо, как-то, конституционно, при конфедеративном договоре резко ограничить роль политических институтов, типа президента Союза Суверенных Государств. И, кстати, на что Гриша сильно надеялся, что при конфедеративном трансформации, при подписании Союзного Договора и формировании Союзного Государства именно экономическая власть будет реальным интегратором, а политическая будет такой надстройкой. И тогда у него, так сказать, если он на эту позицию пойдет, будет реальная экономическая власть, невзирая на то, что Михаил Сергеевич не склонен быстро их на решения принимать и проводить их в жизни. Ну вот, это не случилось, но в ситуации, когда вот реальная власть у президента была, только такой человек, как Борис Николаевич, мог команду эту, во-первых, утвердить в качестве реформаторской команды, и, условно говоря, вести ее в течение длительного времени. Какое дело, что он не вел ее все время, но я говорю, здесь не только потому, что он, так сказать, заботился о политическом выживании, но потому, что и члены команды не всегда эффективно срабатывали, и не всегда работали как команда, потому что, как бы, согласованные действия могли бы, может быть, привести к более длительному, как говорится, пребыванию во власти в качестве команды, а не конкретных людей. И, тем самым, может быть, и Борис Николаевич бы в 95-м, 96-м годах там был бы более реформаторски ориентированным. С таким президентом работать сложно, но интересно. Если у самого есть и твердые взгляды, и серьезные аргументы, то с таким президентом можно, как говорится, добиваться более серьезных результатов, так сказать, чем со многими другими политиками. Поэтому мне кажется, что историческая заслуга Бориса Николаевича как раз заключается в том, что он не только призвал на государственную, государевую службу людей с реформаторским потенциалом, но он и дал возможность этим людям некую критическую массу преобразования сделать, чтобы, в принципе, несмотря на использование многими термина «лихие 90-е», в принципе, в эти «лихие 90-е» очень многое было сделано и заложено такого, чем мы пользуемся до сих пор, во-первых, и к чему нам придется возвращаться. И в политической жизни, и в экономической политике.